МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светочка, вам нравится выбор папы? Ну, так. Как так? Ну, я бы выбрала лучше себе. Не знаю, мы видели, что вы себе выбирали раньше. Но я хочу вам сказать, в этом я готов вас поддержать. Я считаю, что платье, конечно, много лучше, чем те спортивные вещи. Но выбор папы мне тоже не нравится. Я вам скажу, почему. Платье ладненькое, на вас хорошо сидит, но старит вас лет на 10. Так же, как и эта обувь. Вы выглядите дамой замужней, а папа, судя по его возрасту, зажигал не на шутку в 70-е годы. Второй выход Светланы. Светочка, для чего вы выбрали себе вот этот образ, недорогого маляра на Перикурье? Для жизни веселой. Для какой веселой жизни? Понимаете, максимум, что вам могут предложить, это побелить потолок. В офисе или в чем-то передоре. Причем, Саша, не задорого. Давайте выслушаем Анну Пескову. Пожалуйста. Светлана, ну как же так? Вы же сами говорили, что хотите стать элегантной молодой девушкой. Ну зачем же эти джинсы? Зачем вот такая кофта? Я привыкла так ходить. Я понимаю, что вы привыкли. Отвыкайте, девочка. Но вы же хотите измениться, правильно? Да. И хочешь еще познакомиться с мужчиной. Тем более. Нахавка такая. А мужчины что любят? В женщинах они любят элегантность. И вы могли бы подобрать себе какой-то более интересный вариант. Допустим, какие-то даже, если вы хотите сохранить, допустим, вот такой более-менее спортивный стиль, то какие-то узкие джинсы. Эти, ну, они висят на вас, к сожалению. Висят мешком, правда? Да. И какой-то свитер, какая-то кофта, свитшот. Но, ну, вам не удалось в этот раз. Вот вы берите, спасибо, вот берите пример. Вот с Анной спросите у нее, у нее много ухажеров. Она скажет, штук 12, уверен. Больше. Больше даже. Присаживайтесь, дорогая. Вот так вот. Поэтому переодевайтесь, не позорьтесь больше так. Третий выход, компромисс. Светлана на подиум. Светочка, что вы выбирали в этом компромиссе? Я водолазку. Очень оригинально. А что еще? Цапоги. В принципе, неплохой комплект по своей идее. Теплый, солидный, хороший цвет пальто. Но это не вы. Это замужняя дама, мама детей, которая идет на родительское собрание или с него. Мне просто жалко, что вы не можете пока определиться со стилем. Это программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о спорте без шика. Итак, наша героиня Светлана Голышева побывала в волшебной комнате стилистов. Она очень волнуется, потому что не видела себя в зеркале в новом образе. Мы ее поддерживаем, как всегда, бурными аплодисментами. «Модный приговор» Светлана, как вы себя нашли? Я хочу плакать. Ну, плачете, деточка. От счастья. Это ваш звездный час. Тушь, тушь, слезы несовместимы, это правда. Давайте спросим папу Николая. Ваши стилисты просто кудесники какие-то. Прям такую куклу сделали, Барби. Скажите, вы хотели видеть свою принцессу такой? Даже не мечтал. Даже не мечтал. Да, что так может получиться в ваших руках. Ну, в общем, для этого я к вам и пришел, чтобы вот вы, как мэтры моды, сделали свое дело. Вот. И большое вам спасибо за такое искусство. Спасибо большое. Давайте спросим ваших друзей. Сергея и Викторию. Это настоящая Светлана. Она хрупкая, нежная, женственная. Она принцесса, которая верит в чудеса и сказки. А сказки, как мы все знаем, заканчиваются очень счастливо. Да. Спасибо, дорогая. Спасибо. Стилисты супер. Спасибо всей команде «Модного приговора». Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, вы замечательно выглядите. У нас сейчас второй выход нашей героини. Как вы себя нашли, Светочка? Ну, этот вариант, конечно, не очень. Почему? Вот. Ну, брюки. Я, мне кажется, просто не смогу такие носить. Почему? Ну, не знаю. Сейчас никто такие не носит. Это кто вам сказал? Разве кто не носит. Только такие сейчас и носит. Это супермодно. Ни одного человека нет. Вы имеете в виду, в Сергиевом посаде такие не носят, да? Возможно, да. И обувь. Ну, как-то это больше такое под Европу. То есть, если я в этих прекрасных... Нет, сапоги отличные. Света, можно? Но в нашу погоду... Стоп, 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 стоп. Вы нам о чем-то алдычили в начале программы. Я открываю европейское кафе у себя в Сергиевом посаде. У меня будет особая атмосфера. Вот у нас кофе никто не умеет варить. А вот ко мне все потянутся. К вам никто не потянется, если вы будете в ваших трениках. Скажут, покажите нам хозяйку кафе. Вы, вот, пожалуйста, вот поймите вот этой частью вашего тела, что то, что вам предлагают, соответствует той идее, которую вы себе возомнили, стремясь к успеху. И вы хотели в каких брюках их встречать? Об этом я не думала, но теперь я знаю, о каких я буду. А вы начинайте сначала с того, что вы думаете, а потом говорите. Третий выход Светланы Голышевой. Прекрасное платье юной дюймовочки. Скажите, Светлана, кем вы хотите стать в этой жизни? Успешной, целеустремленной, уверенной в себе и счастливой женщиной. Это замечательные слова. Светлана, я хочу вам дать хороший совет. Если вы хотите преуспеть в этой жизни, начните со смены имени и фамилии. Светлана Голышева для спортсмена или для футболиста, для бегуна или даже для какого-нибудь администратора в магазине спорттоваров много не значит. Назовите себя Агатой Гол. Сократите не в паспорте, а только в псевдониме. И успех придет к вам. Давайте послушаем вашего папу. Я хочу этой принцессе подарить букет цветов. Просто принцесса, я просто поражен всей этой вот переменой. Вот так вот на часе прям, ну... Я просто не узнаю свою дочь. В общем, прекрасно. Спасибо большое. Присаживайтесь, Николай. Выслушаем сейчас модный приговор от народной артистки России Надежды Бабкиной. А нафига ей нужен этот псевдоним? Чего она с ним будет делать, Саша? Она человек не публичный. Понимаешь, какая вещь? У нее задача другие – замуж выйти, хорошего парня найти. Какой гол, какая Агата. Я просто желаю ей реализоваться как женщине. Вперед, моя дорогая. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok